ролик был снят на телефон вот прям что нужно делать берем ваш телефон можно конечно ролик скинуть любым способом удобным для вас на компьютер можете отправить его на почту можете переслать себя на ватсап я сделал по простому видите проводочек нот экран обрезается но проводочек я подсоединил к компьютеру и сейчас мой телефон как обычная флешка но я просто решил вам показать все самого начала и именно пошагово открываем мой компьютер вот он мой телефон у вас будет практически точно также почти у всех единственное что нужно на телефоне дать доступ разрешить пользоваться этим устройством нажать кнопочку вот открывая свой телефон как обычная флешка вот эти видео его можно прям с телефона посмотреть и скопировать либо перетащить на свой компьютер я это уже сделал у меня это уже лежит на диске моего компьютера сейчас я могу приходить переходить к этапу монтажа запускаю камтазию меня 9 версия камтазии вы все эту версию получили опять же получили и не только эту девятку кстати кто еще не посмотрел урок по камтазии studio эта страничка с программами полезными видите здесь не только камтазия здесь очень много классных программ связанных с монтажом и видео и том числе и графики вот и вот отсюда вы можете скачать нашу камтазию студию где она у нас вот и 8 и 9 версию какая вам нужна то и качать и так камтазия запущена как и устанавливать есть у нас видео уроки но установка там очень простая все делается автоматически перехожу к шагу номер раз загружаю уже видео которое хранится на диске моего компьютера на рабочий стол камтазии нажимаем импортировать файлы открываю папку где у меня лежат эти диски эти файлы вот ролик ирины потом меня загрузился и я хочу сделать отбивку вот отбивка это такая крутящаяся интересная штучка которая выскакивает перед видео в закрытой части будет отдельный видео урок о сервисе render forest а именно с помощью этого сервиса за две минуты создается вот такая отбивка подгружаю еще файлик с отбивкой отдельно лежит вот два файла которые мне потребуются для монтажа что я делаю я кидаю их на временную панель так так уберу чтоб не мешал начну с отбивки отбивка улетела теперь сдвигаю свой индикатор или маркер как хотите его называете в конец отбивки чтобы у меня следующее видео расположилась именно начиная с этого места выбираю ролик ирины и тоже выкидаю но и вот тут ситуация с которой раньше мы с вами не встречались посмотрите что у нас получается отбивка в высоком качестве это разрешение где-то 1200 на с чем-то но в высоком качестве ролик ирины записан в более низком качестве видите здесь как бы получается большой экран здесь такой вот маленький экранчик но решается все очень просто либо пишем на телефон с более высоким разрешением есть вот такое низкое качество берем его просто-напросто и растягиваем до нужного вам размера все решается очень просто что я получил теперь у меня и отбивка и видео одинакового размера итак первая задачка решена как я уже говорил я начинаю вначале работать со звуком особенно если звук не очень качественный я отделяю видео дорожки правой кнопкой щелкаю отделяю видео от аудио вот это позволяет мне увеличить спокойненько громкость или уменьшить если очень громко выбрать звуковые эффекты и наложить эффект на дорожку вот так вот удаление шумов то есть удаляться все лишние шумы ну а теперь я перехожу к тому что занимает максимальное количество времени это обрезание лишних ненужных оговорок пустых мест каких-то хождений когда вы там подходили куда-то либо о чем-то думали делается это все очень просто первую очередь я немножко увеличиваю масштаб чтобы можно было вырезать максимально детально ставлю двигая маркерчик временной на начало и запускаю play но вот как раз тот кусок который мне нужно обрезать то серена готовилась я выбираю откуда уже начинается идти звук то что звук пошел указывает вот такая вертикальный всплеск вытягиваю до начала и обрезаю все теперь у меня уже хождение нет вот отбивка закончилась и сразу начала говорить ирина слушаю вот она тут здорового как бы два раза говорилось что я могу сделать я могу сейчас найти вот это вот оговори оговорку здорово вот тут кажется здорового два раза было сказано немножко вытяну или не оговорилась по вопросам она два раза сказала вот это вот слово по вопросам первый раз по вопросам потом она его повторила первый раз я уберу и и обрезаю смотрю дальше если хотите чтобы у вас ролик шел повеселее побыстрее можно вырезать ненужные паузы пауза это вот на звуковой дорожке нет никаких колебаний вот такая полосочка видите ровненькая я могу вот эту паузу взять и обрезать опять же выделяю нажимаю на ножницы либо можно нажимать control x вот вздох был опять же могу взять этот вздох выбрать и нажать на ножницы либо control x и вот таким вот образом я места в тексте вот если вы немножко увеличили громкость и по вырезали вот эти вот пустые свои паузы у вас получается очень такой более веселый динамичный ролик вот именно это вырезка оговорок каких-то слов там где вы вставали куда-то что-то двигали бы о чем-то вы задумались вот не надо это все переписывать все это можно спокойно вырезать на самом монтаже ну вот например видите достаточно большая какая-то пауза я могу взять ее и просто напросто обрезать вот ну и смотрю ролик дальше вот оговорок никаких нет но достаточно такие большие паузы хочу чтобы все поживее смотрелось просто их напросто выделяю и обрезаю но я не буду досматривать ролик до конца поверьте мне но ничего сложного тут нет то есть нашел слова выделил его потянув за зелененькую влево либо за красненькую вправо вот нажал на play прослушал то ли это или нет и взял это и вырезал если что-то ошибочно вырезал но у нас есть замечательное действие в пункте правка отменить либо нажимаете клавишу control за все прошел и все это аккуратненько обработал до самого конца масштаб просто-напросто позволяет на результаты моей работы смотреть сверху как был отдаляя либо приближая если вы хотите что-то очень аккуратное вырезать будем считать что весь ролик я просмотрел и обрезал все что мне нужно что я делаю дальше отбивочка прошла которая сделана в render forest и потом сразу выскочила ирина резко выскочила что я хочу сделать я хочу сделать переход чтобы был такой как бы плавное появление для этого я выбираю переход и например выбирают тот переход который мне нравится например перелистывание и тащу его на место соединения где у меня отбивка соединяется с моим видео ну и вот это будет выглядеть теперь вот так закончилась отбивка перели снова и появилась ирина что еще можно сделать вот вот в этом ролике кстати отбивку если вы уменьшите масштаб перетащите самый конец маркер выберите снова файлы отбивку еще можно положить и в конец то есть в конец ролика и можно положить начало и в конец ролика то есть у вас будет как бы такая завершающая заставка на вашем ролике что еще нужно сделать но вот если бы ирина показывала продукцию она ее показывает в каком-то вот месте сейчас я найду вот смотрите вот например место когда она показывает продукцию что можно было бы здесь сделать можно было взять и сделать то о чем им говорил наезд камеры делается очень просто выбираю анимация и делаю вот такое вот кадрирование немножко в окошечке анимация сжимаю и окно но вот чтобы ирина была видна ну и главное и продукция вот вот так вот могу сделать этот наезд чуть-чуть поплавнее немножко его растянув и вот теперь у меня будет выглядеть вот таким вот образом вот камера наезжает вот жду какое-то время но пока в центре экрана вот она уже здесь опустила здесь можно снова возвращаться к полному экрану опять же в анимации нажимаю масштаб по размеру и опять же делаю более плавным таким удаление сейчас у меня будет плавная отъездка все вот принципе мега операции по своей сложности это обрезка приближение вставил переходы если я захочу например в каком-то части ролика ну например здесь был но какой-то другой рассказ каком-то о другом продукте либо туда там перемещалась я хочу например вот в этом месте сделать переход чтобы тоже была как бы плавная смена сцен выбираю дорожку видео нажимаю на разрезку разделил видео на две части потому что переходы могут вставляться только в места разделения выбираю переход ну и перетаскиваю опять же переход вместо разделения вот теперь у меня будет то опять же такое плавное слистывание пошло следующий следующая информация например по следующей теме если вы просто сидите в кадре и у вас ничего не двигается конечно такие видео смотреть довольно сложно поэтому ну что здесь делают в идеале конечно снимают с двух камер вот если нет такой возможности вот эти хотя бы приближение удаления не тоже добавляют какую-то движуху руками двигайте что-то показывайте что-то но чтобы в кадре шло регулярно какое-то движение практически все готово что мне осталось сделать финальное я хочу чтобы когда вот ирина появлялась появлялись то что называется ну это не титры чтобы было написано что ирина шатохина эксперт по здоровью вот как это можно сделать сделать это можно разными вариантами я покажу как я это сделал у нас в канве а к сервисе канва есть очень понятный урок опять же у нас закрытой части я взял в канве вот нарисовал такую вот штучку написала ирина шатохина эксперт по здоровью сделал картинку такую выгрузилась я на компьютер и теперь я эту картинку могу в один клик ставить свое видео опять же возвращаюсь файлы нажимаю плюсик импортировать файлы она у меня также лежит папке где у меня все видео вот эта картиночка я ее взял картиночка появилась куда я хочу ее вставить я ее хочу вставить в рам самое начало ролика где ирина представляется вот отсюда она уже говорит что она ирина шатохина поставил маркер вместо откуда должен появиться титр и перетаскиваю на дорожку видео картиночку свою можно из карт спокойненько картиночку разместить куда вам надо спокойненько ее увеличить например сделать вот такой достаточно большой куда-то вот сюда например но прям почти под цвет обоев подобрал хотя не думал это растянуть картиночку можно на любое количество времени вот вы хотите чтобы она вас там несколько секунд где держалась по видимо просто взял картинку растянул ну вот попал вот на эту картинку также можно вставить переходы потому что сейчас она вот так как вы мгновенно появляется не очень красиво я выбираю переход здесь лучше переход сдвиг очень хороший приход называется сдвиг вот так вот ее поставил то есть картинка будет выезжать и сдвиг вправо картинка будет уезжать но посмотрите как это будет выглядеть на видео вот она выехала а вот тут в конце она просто уберется все если вы хотите а это лучше всего делать в конце ролика тоже еще раз сказать кто это выступал уменьшаю масштаб чтобы я посмотрел на всю свою работу выбираю вот эту уже сделанную картинку со всеми переходами можно нажать вот сюда на скопировать можно правой кнопочкой нажать выбрать действие копировать ставлю маркер в то место где у меня теперь должно видео появляться и опять же правой кнопочкой нажимаю говорю вставить стандартное действие как вы файлы копируете подвинул куда я хочу мог ее взять еще немножко подтянуть чтобы кто говорит было вот проблема в девятой студии мне как-то очень тяжело хватаются за увы не за того что руки трясутся из-за того что видно какая-то специфика все и вот в конец ролика я тоже вставил такую вот обе все если по каким-то причинам но вы например не пользуетесь конвой вы не знаете как сделать эту картинку там фотошопом вы тоже не пользуетесь я сейчас выберу удалю вот так вот как надпись эти сделать более просто вот хочу чтобы вот в этом месте у меня появилась надпись с ириной я выбираю примечание это стандартный инструмент который есть еще примечание но самое простое вот такой вот видите белый фон беру это примечание вот сюда вот его тащу щелкаю на текст и пишу ирина шатохина вот растягиваю мне на нужный размер делаю нужного мне размера вот так вот если нажму на свойства что я могу изменить я могу менять размеры я могу менять шрифт например жирным сделать видите вот так вот размер надо поменьше сделать вот так плашечку поменьше вот написал аренша тохина что я здесь еще могу сделать я могу например цвет фона поменять но первую плашку я сделаю на белом фоне а вторую плашку я сделаю на синем фоне вот смотрите что мне еще потребуется мне потребуется вторая плашка на котором я на которой я напишу эксперт в области здоровья опять же беру эту плашку и тащу опять же на свою монтажную область вот она растягиваю ее вот эта плашка здесь я должен написать что эксперт в области здоровья же щелкаю два раза удаляю текст пишу эксперт ну ладно вот так вот просто напишу что-то абракадабра но я хочу чтобы здесь фон был синий иду на страничку с плашками на свойства фон хочу вот такой вот сделать отлично текст мне нужен черный текст я хочу чтобы у меня здесь был такой вот белый белый и хочу чтобы мне тоже был курсив вот так вот вот я написал кто такая ирина затем вернулся на первую плашку немножко и взял растянул чтобы две плашки у меня были жале одинаково вот так вот что у меня будет начале будет появляться ирина шатохина видите а потом будет выскакивать плашечка с пояснением кто такая ирина шатохина ну а дальше они обе лежат на моем видео я могу сейчас взять их немножко когда они две лежат вместе их правильно вот так вот отцентрировать могу сделать их одинакового размера вот вот и все ирина шатохина экспертом и так далее опять же на эти плашечки я могу наложить переходы точно так же вот сдвиг влево суда сдвиг влево будет еще интереснее то есть будет не просто сразу появляться будет вот так вот об сейчас еще ли станет берем шатохина вот и все вот и вся как говорится любовь также вы можете эти две плашечки скопировать и ставить их в конце своего ролика но точно так же как дело с картинкой мы показывать это не буду прежде чем монтировать ролик как только вы его разместили на свою инструментальную рабочую панель нажмите на файл и выберите сохранить придумайте название для своего ролика и сохранить его потому что все таки если у вас компьютер но не очень стабильно работает будет очень печально если в процессе работы когда уже что-то намонтируете у вас зависит сохранение позволит вам всегда вернуться и продолжить работу со своим проектом то есть открываем файл выбираем открыть проект и выбираем это сохранение ну вот смотрите как я его назвал тут вот у меня он заново как бы загружается будем считать что мне компьютер завис и снова загрузился ролик с которым я работал теперь ролик у меня смонтирован чем нужно это все счастье заканчивать когда я первый раз вам показывал в ту субботу мое видео при демонстрации экрана закрывала кнопку вывод сейчас кто-нибудь волосом скажите вы видите вот эту кнопку в правом верхнем углу в кантазии зелененькую она называется вывод да отлично все значит не закрывается прекрасно вот когда у вас ролик с полностью смонтирован вы его возьмите еще раз сохраните просто нажмите сохранить и можно переходить именно к монтажу извините не к монтажу от продюсирования нажимаю на кнопку вывод выбираю локальный файл чтобы у меня этот файлик сразу размещался на диске вашего компьютера выбираю как я хочу какой файл такого качества я хочу получить вот эти вот циферки это и есть качество которым вы делаете видео вот почему у ирины был такой маленький размер ее видео потому что у нее ролик записан кажется в формате 540 здесь можно сделать 720 и 1000 вот наша отбивка сделана с разрешением 1000 это в разрешении hd и лучше всего именно выводить ролики именно в таком качестве это может занять чуть чуть больше времени но ролики формате hd они лучше воспринимаются тем же самым ютубом и вообще всеми социальными сетями выбираю формате hd разрешение 1000 нажимаю далее придумываю этому файлу какое-то осмысленное название вот здесь не видите какая-то абракадабра написание напишу шато тохина ирина 2 запоминаю папку или бы выбираю папку куда я хочу разместить конечное видео и нажимаю кнопочку готова вот пошел процесс создания моего видео если у вас большой ролик вы там много чего нарезали ставили много переходов либо как у меня сейчас я из низкокачественного видео делаю высокое качество это будет занимать достаточно много времени кстати вы можете прям проверить сколько это будет времени занимать на вашем компьютере вот на моем компьютере даже при условии то что тут у меня и прямые трансляции идут это займет но я думаю минуты три-четыре я сейчас остановлю демонстрацию вернусь есть какие то вопросы напишите пожалуйста сами сможете со своим роликом вот это реализовать чем а можно голосом вот такой вопрос первый ролик у ирины вот который был про напитки а изначально она сняла на фоне большого помещения там много всего лишнего а вы когда смонтировали то есть было видно только ее изображение пузыречки эти все как убрать вот это лишнее полки всякие окна ненужные да это я делал очень просто я прям самого начала ролика взял и сделал приближение камеры то что я вам показал ролики когда она сидела с пузырьком а я это правил самого начала я просто взял и самого начала ролика выбрал ту часть которая меня интересует и все все поняла круто спасибо вот все видео смонтировалась и сразу запустилась сейчас включу демонстражку чтобы вы видели что у нас тут получилось вот что вы видите в конце видео готово нажимаю готово принципе теперь контазию можно закрывать вам предлагают еще раз сохранить проект то у нас получается у нас файли в папке извините которая сохранил появился появилась папка шатохина ирина 2 вот и в этой папке лежит видеофайл этот теперь видеофайл можно загружать ваши социальные сети но лучше конечно его все оптимизировать что такое все оптимизация видеофайлов я об этом рассказал в уроках по сервисам монтажа пожалуйста посмотрите повторяться об этом просто не буду занимает немного времени но очень хорошо работает вот таким образом практически ну за сколько сколько тут времени потратил но принципе полчаса на это больше с объяснениями пока еще рендерилось но в принципе за 20 минут вот такой вот ролик можно самостоятельно смонтировать